Игорь Дадон пояснил, что не видит возможности создания коалиции до конца 2020 года. Сейчас в приоритете утверждение важных законопроектов, которых ждут люди, подчеркнул президент. При этом Дадон и ещё раз дал понять, что ПСРМ последовательно и как не принимало раньше перебежчиков, так и не намеренно это делать в будущем. Мы об этом говорили ещё в феврале 2019 года после парламентских выборов. Фракция ПСРМ может увеличиваться, но только нормальными способами, а не посредством перебежчиков из других фракций. Этого мы не допустим. Я думаю, что это правильно и честно по отношению к людям. Он добавил, что правительство Иоанна Кейку сейчас в статусе миноритарного. Его поддерживают 40 депутатов, 37 от фракции ПСРМ и трое независимых. Игорь Дадон считает, что идеальным вариантом в этой ситуации было бы создание широкой коалиции правых и левых. «Есть два лидера и две партии с высокой легитимностью – Игорь Дадон и ПСРМ и Майя Сандус ПДС. В интересах страны было бы хорошо наладить диалог друг с другом, и я уже предлагал подобное ещё в июле-августе. Они отказались. Посмотрим, как будет дальше». В заключении Игорь Дадон отметил, что не будет складывать с себя полномочия президента, так как это видят некоторые так называемые аналитики или шоумены. Он напомнил, что его мандат истекает 23 декабря или после принесения присяги следующим президентам. Продолжение следует... Продолжение следует...